интервью калибер а с российским политическим и общественным деятелем членом общественной палаты российской федерации президентом центра социальных и политических исследований аспект георгием федоровым георгий владимирович что ожидать от встречи лидеров азербайджана и армении в брюсселе я думаю вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов от встречи в брюсселе кроме деклараций каждый из сторон скорее всего стороны вновь будут отстаивать свои позиции так как результаты этой встречи будут больше ориентированы на общественное мнение в европе а как расцениваете предыдущую встречу в сочи любая встреча такого уровня может быть хорошей на бумаге но малоэффективной на практике время покажет будут ли исполняться договоренности достигнутые в сочи или все останется только в виде подписей ведь от выполнения договоренности отказывается армянская сторона и истекший год со дня подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года наглядный тому пример я думаю ситуация зависла потому что война была очень болезненной для сторон и затронула много международных узлов в сущности ее окончательное решение не выгодно многим внешним игрокам к сожалению это не позволяет надеяться на скорое решение существующих разногласий но внутренние противоречия в армении также влияют на ситуацию вокруг урегулирования конфликта естественно пашинян сейчас опасается принимать какие-то однозначные решения потому что любые его действия могут привести к обострению внутри политического кризиса в том числе это касается и мирных договоренностей с азербайджаном то что внутри армении поражение в конфликте вызвало не просто политический кризис а привело к пересмотру роли пашиняна в политике страны бесспорно в этом отношении внутренние противоречия в армении также косвенно влияют на ситуацию вокруг урегулирования конфликта как оцениваете роль турции в южно-кавказском регионе турция играет серьезную роль в этом конфликте фактически мы наблюдали как анкара оказывала поддержку азербайджану в виде консультативной и военно-технической помощи стремясь укрепить свое положение в регионе турция оказывает на мой взгляд серьезное влияние на азербайджан в целом и на развитие вооруженных сил республики в частности почему иран перестал нагнетать ситуацию в регионе у ирана большие проблемы на границе с соседним афганистаном и возглавившим страну радикальным политическим движением а потому тему карабаха как я понимаю в тегеране решили отложить на второй план с другой стороны учитывая что в иране проживает 13 миллионов этнических азербайджанцев нельзя отрицать влияние азербайджана на иран в то же время нужно учитывать что между ираном турцией азербайджаном и другими странами региона существует множество противоречий